Два классных приема, как поставить токсичных людей на место. Сеанс экзорцизма и сбой сценария. Про сеанс экзорцизма мне напомнили мои любимые клиенты. Итак, есть очень простое правило. Если пьянку нельзя предотвратить, ее нужно возглавить. Если конфликт с токсами неизбежен, ну так хотя бы давайте развлечемся. Здесь мы неизменно переходим по большей части в архетип шута, такой энергосберегающий, веселый, ресурсный. Итак, давайте поехали. Что такое сбой сценария? Первый. Как мы знаем, любые деструктивные личности, которыми являются токсичные люди, они очень предсказуемые. У некоторых из них одна извилина, да и то прямая. Они действуют по определенному алгоритму. Либо они нападают, втягивают вас в конфликт, либо они начинают набрасываться, либо вас продавливают. Если бы там хотя бы присутствовал какой-то интеллект, они бы понимали, что с вами цапаться себе дороже. Поэтому очень хорошо работает сбой сценария. Например, на скидку просто из того, что мне пришло, что я использовала сама, я начинала петь гимн России. Особенно вдохновил за последний год певец-шаман, который вдохнул новую жизнь. Вот он в Казани выступал на 22 ноября, пел этот гимн. Действительно супер. И это никакого наказания вы не понесете за то, что исполняете гимн. У токса, как правило, вылетает оперативка. Следующее, сделать какое-то абсолютно нелогическое действие. Сбить его, так сказать, токсичного человека с его накатанных рельс. И здесь я просто прочитаю комментарий одной из моих подписчиц. То есть, по сути, сеанс экзорцизма, он тоже вытекает из первого пункта. Второй пункт, что такое сеанс экзорцизма. Итак, пишет девушка, до сих пор ищу творческие приемы в русле отстаивания своих границ. Раньше я видела только один способ – лайда хрипоты и кровавой лохмотья. Но жить в режиме войны – это не жизнь. Согласна, это очень много энергии. Подруга подсказала мне, что у меня есть более действенное оружие – слово. Да, друзья мои, сначала было слово. Мой острый язык. Потом пригодились и навыки творческой профессии. Когда мы закончим это видео, накидайте творческих способов, давайте устроим мозговой штурм. Чем больше, тем лучше. Случай пришел на ум первый, пишет девушка. Соседка на даче начала доколебываться до моей мамы. Меня тогда не было не только в огороде, но даже в стране. Мама вела огородное хозяйство, как могла. И когда я приехала, увидела полное безобразие. Соседка через забор прет танком на мою маман. Выписывает ей, что Таня так следит за огородом, как ей соседке надо. И она, внимание, соседка за сорняки натравит на маму санатопинстанцию. А у меня мама сама работник этой службы со стажем 40 лет. Ну, как мы знаем, дуракам закон не писан. Если писан, то не читан. Если читан, то не понят. Если понят, то не так, потому что он дурак. Так, если ты пришла, ты лежи. И вы будьте хоть там в 10 раз экспертом. Никогда не спорьте с дураком. Вы ему ничего не докажете. Люди не поймут разницы. Если это быдло, у вас пусть будет там куча дипломов. Ну, вот потому что он дурак. Потому что ему закон не писан, не читан и не понят. Пусть они там естественным отбором выживают. Дальше девушка пишет. У меня от увиденного упал за навес. Я забыла про все свои комплексы и программы жертвы. Природная Ярь взяла свое звериный инстинкт. Когда наша внутренняя сущность выходит на защиту границ. Девушка пишет. Я сняла видео с соседкой. Статьи закона процитировала. А когда-то стала вербовать токсичную бабку через забор в свою армию. Так, все, иди отсюда. То очень громко объявила, что будьте внимательны. Что буду оздоравливать атмосферу нашей улицы. А заодно прекращу тюремный шансон. Которым соседушка нещадно мучает всю улицу. Не давая никому жизни. Вот теперь я просто вот прям... У меня аж сладость потекла от слова. Итак, берите на вооружение. Короче, пишет девушка. Я записала на флешку сутки. Мантр, молитв, высокодуховных песнопений. Отчиток от бесов и колокольного звона. И воткнула на участки через динамики. Принудительный экзорцизм. Я не знаю, что именно сработало. Но против фактов не попрешь. Соседка продала дачу. Теперь у нас нормальные соседи. Их девочка вчера давала мне потискать детеныша шиншиллы. Я действительно вспомнила похожие случаи, когда можно было изгонять нечистую силу, использовать силу феи, ангела, эльфа. Некоторые у меня знакомые делали, например, танцевали, доказывали свою позицию словом музыкой. Прикиньте, бабка, например, какая-то токсичная или токсичный человек наезжает. Если вы начинаете танцевать, включать, например, музыку или подля-ля, у него абсолютно летит оперативка. Он в шоке, он испуган, он не понимает, что ты там сумасшедшая, ненормальная. Или вы ему ставите мантры, отчитки песнопения. Самое главное, он просто в шоке и он вас будет бояться. То, что нас не любят, да фиг бы с ним, их любовь токсов нам особо не нужна. Наоборот, если вас любят токсы, это еще задуматься, что с нами не так, если нас токсы любят. А если они нас хают, значит с нами все хорошо. Вот, я в своей книге «Свекровь и невестка» советовала похожий лайфхак, когда свекруха просто доканывает, достает, да, и вот вы не любите прямых конфликтов. Можно, значит, ее доколебывать ее же оружием, укрыться черным или белым, на ваш взгляд, зажечь какие-то палочки, сделать антруаж, начать ей цитировать высокодуховные книги, всячески стараться спасать ее душу. Вот, например, похожая ситуация как-то у меня была недавно, я что-то докапываться стал из очередных токсичных бабулек. Я сразу начинаю говорить, что вам надо к вечности готовиться. Думали ли вы о своей душе? Да, реально, человеку перед создателем скоро представать, а он ходит, выпускает в окружающий мир зло. И плохого ничего не сделали, и человеку, может быть, напомнили о вечности, но реакция на это у токсов, у них летит оперативка. Вы им сбиваете сценарий. Девушка сделала очень классный жест. И вообще, на самом деле, если вы человек верующий, если вы не стесняетесь поведовать свою веру, например, вы христианин, креститесь, начинаете читать молитвы, я думаю, почему нет? Я видела ситуацию, когда бабушка агрессивную толпу прогнала с молитвой, с верой. То есть вы приглашаете в окружение Бога. Конечно, нельзя там ни в коем случае злоупотреблять, если вы не верующий, использовать как какой-то стеб. Ни в коем случае нельзя шутить со святынями. Если вы искренне верующий, почему бы не прочитать молитву, не спеть, да? У меня, значит, одна из коллег, она психолог. К ней, когда приставали сектанты, это свидетели Игова, это запрещенная, слава богу, на территории России экстремистская организация. Они очень агрессивны и навязчивы. Те еще токсы нарушителей границ. И когда она увидела, что там здравый смысл вышел из чата, она так на них, уйди нечистая, изыди, изыди. Есть еще видео в интернете нашего любимого отца Дмитрия Смирнова. Я в чат Телеграм скидывала видео. Кому интересно, посмотрите его видео, где рассказывает он, что делать со злыми бабками, как их надо окроплять святой водой и проводить над ними сеанс экзорцизма. Кстати, чисто архетип шута, Санта-Клауса, это мудреца, такого некого юродивого, именно который в безумии мира обличает именно этим, что убогий он убога. Это на самом деле действительно очень интересные вещи. И я в книге предлагала, когда вас так свекровь доколебывает, развлечься, если вы не можете, например, противостоять, поймать вот эту волну прикола, попробовать на серьезном глазу обращать, если вы действительно верите. То есть всячески человеку, так сказать, причинять добро и наносить непоправимую пользу. Самое главное – это состояние. Это уже определенное состояние ресурса. Вряд ли это получится, если вы ослаблены, там зализываете свои раны. Это уже состояние некого драйва. Это состояние, когда, например, танцоры агрессорам доказывают свою позицию музыкой. Или человек поет. То есть именно такая реакция. Ничего, что нарушает законы нашей страны. И вызывает абсолютно нестандартную реакцию. Поэтому очень классный лайфхак. Пользуйтесь, можете поставить там колокольный звон, можете спеть гимн Российской Федерации или свою любимую песню. Можете начать всячески спасать душу. Но вот я рассказывала в последнем из последних видео, что я просто человеку сказала, говорю, в глаза у вас черное сердце злое и лживый язык. Вы лжете, говорю, просто в наглое. Там дьявол, говорю, отец лжи. Причем, ну, прямо цитировал описание. Люди просто в шоке. Да может быть они вас примут за сектанта, за какого-то ненормального. Да какая разница? Мне когда, например, говорят, что у тебя там некоторые не любят. Я говорю, да мне нафиг ваша любовь не сдалась. У меня есть кому любить. Вот. Поэтому, друзья мои, пользуйтесь. Значит, сбиваем сценарий, сеанс экзорцизма. Девушке, которая написала этот комментарий, спасибо огромное. Ну и накидайте под видео своих способов. Чем больше, тем лучше. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!